Можно мне заглядывать сюда? Наверное, нет. Если бы был... Ого! Привет! Итак, всем снова здорово, с вами Фрикстер, и сегодня я продолжаю играть в игру Darkest Dungeon или же Темнейшее Подземелье. И сегодня мы идем, в принципе, на Некроманта. В прошлом эпизоде я, в принципе, говорил об этом, и выбрал таких вот ребят, оказывается, у меня четвертого уровня прокаженный, вообще не имел никаких скиллов, то есть он имел только первого уровня каждый скилл, из-за чего я был очень удивлен. Короче, прокачал его немножко, так же апнул ему броньку оружия. Так, ну и вот вы можете наблюдать, какие предметы я, в принципе, взял. Также, да, кстати, с Багряного двора взял два Трингита. Думаю, они как-то... Ну, они хорошо синергируют друг с другом, опять же, плюс 25% урона против кровотечения, а кровотечения будет, так как вот два скилла настроены на это. Но, опять же, мне они не очень нравятся, особенно вот этот потерянная бляха, если честно. Лечащие навыки, навыки исцеления при стрессе в лагере. Вот это вот очень полезно, плюс 25% к шансу разведки, очень полезная штука, но все равно, как бы, особо мне не нравятся эти скиллы. Ну, а на армалечицу, конечно же, хилящие предметы, потому что буду пользоваться непосредственно хилом. Так, ну что, поехали, давайте выберем себе... Как это сказать? Провизии. Припасы или провизия, во. Так называется, так, руины. А что нам нужно будет в руинах? Ну, там по-любому будут сундучки, даже, может быть, штучки три. Давайте, нет, два ключика возьмем. Также нам целебной травы нужен стак. Так, четыре бинта, две святые воды и давайте, да, еще две лопаты, потому что препятствия могут появиться. Ну и, в принципе, лопату можно всегда потратить на сундук, как бы. Так. Хм, какой хитрый предок, смотрите. То есть, сам делиться не хочет, а получить что-то... Ай-яй-яй-яй-яй, я видел эту ловушку, я шел к ней, я думал, будет какое-то строение, а я что-то завтыкал немножечко. Ну, ладно, ничего страшного, так как мы идем к боссу, то, скорее всего, мы просто будем добывать добычу так. То есть, как я и говорил в прошлом эпизоде, я обычно сразу исследую подземелья, убиваю все, что вижу, а потом на обратном пути без факела собираю все вот эти мешки и тому подобные гадости. Так, но сейчас я буду просто так их, конечно же, открывать. О, кстати, два портрета. Портреты мне пригодятся, портреты очень редкие, да и собрать их можно в стак всего лишь по три штуки. Так что эта штука полезна. Так, что у нас тут? Да, шанс на разведку очень-очень крут, на самом-то деле. Так, давайте попробуем открыть наши варваршие ловушку, потому что, во-первых, у нас стресс тут немножко. Так, а у нас сейчас будет бой. Давайте включим факел. Отлично, застали врасплох. Опять же, возможно, это из-за бафа вот этого. Минус 15. А, это минус... Это нас не могут застать врасплох. Все, понял. Так, и... Давайте сразу по-троим атакуем. Да, чтобы два первых позиции получили кровотечение. Ой, я забыл поменять скилл. Один. Ладно, ничего страшного, сейчас поменяем. Ничего страшного. Как я и сказал, в первую очередь лучше вот этих ребят убивать. Я раньше убивал тех, которые наносят урон по стрессу. Но вообще целесообразно убивать именно этих ребят, потому что, если они атакуют, там появляется дебаф, который дает плюс урон от стресса. Так что лучше, конечно же, использовать... Именно вот это. То есть, лучше всего убивать именно их в первую очередь. Так, я хотел там поменять способность. Ну, давайте от этого избавимся и возьмем себе оглушение. Очень полезная штука. Сразу двоих оглушает. Мало какой герой может этим похвастаться. Так, и давайте посмотрим, что у нас здесь в Железной Деве. Оникс. 500.250. Ну, тут понятно, что я предпочту. Конечно же, Оникс взять. Это же Оникс, да? Это Оникс, я думаю, как-то по-другому называет. Называется. Так, ну и нам туда, в последнюю комнату, конечно же. Пройти все, как бы, мучения мира по пути к боссу. Обязательно. Так. Давайте. Факеллок. Ну и надеюсь, как можно меньше нам, ребят, встретится врагов. Но, даже если встретиться, то ничего страшного. Думаю, мы с ними быстро справимся, опять же. И... Ммм... Нужно мне заглядывать сюда? Наверное, нет. Если бы был... Ого! Привет. Так, сколько у нас там факела? 96. Мы можем его оглушить? Да, сопротивление у него 70 всего лишь. Это нам добавь еще дает, да? Блин. Ладно, ничего страшного. Это тоже... Блин, я мог поиспользовать косточку. Точно. Не знаю, зачем я это и узнал, но и узнал. Сигнал сбора. Блин, неприятные... Неприятные ребята. Так, пафли на себя, конечно же. Так, уже... Уже очень много дебафов всяких. Повесили на себя. Так, конечно же. Делаем так и... Неплохо. Неплохо. 4 единицы урона на 5... Нет, нет, только не головная боль. А, фух. Я подумал, что это лечение было бы не очень. Неприятно. Так, и сейчас мы, скорее всего, убиваем медика. Потому что довольно-таки неприятно. Охренеть! 23. Нифига себе. Так, мы можем попробовать сразу двоих убить. Но это будет неправильно. Мы убьем только одного. Чтобы она не лечила. Так мы могли и не добить этих ребят. Так, мы сейчас пробуем еще раз оглушение. У нас сейчас... Как бы наша... Как это сказать? Наша воительница только оглушать будет, и все. Так, еще раз. На 16 единиц урона. Хорошо. Так, сейчас мы пользуемся бинтами. Блин, как я хочу добить вот этого парнишку с крита. Но, к сожалению, не получится. Отнятие жизни. 14. Что, блин? Просто офигеть. Плюс головная боль. Ну, конечно, там плюс 100 урона, плюс 20 меткостей, плюс 20% крита. Охренеть. Так, а вот этих парнишек я не могу добить так просто, да? Оглушаем. Только один. Да. Защита головы. Хорошо, хоть не вот этого парнишку защитил. Так, сейчас избавляемся, конечно же, от... Кровотечения. Да, и плохо, конечно, то, что это в походе на боссе. Вот такая вот ситуация получилась с коллекционером. Очень неприятно. Показ коллекции. Но это не настолько страшно. Это за головами. Вот эта штука по 23 критует. Офигеть. Просто у него еще и крит. Видимо, там какой-то мега большой шанс. Так, давайте бафнем. Ух ты. На 16 охренеть. Ну, неплохо, неплохо. Так, делаем вот так. Чтоб лишний ход там... Лишнего хода не было. Так. Видимо, придется все-таки использовать потом хворост. Отлично. Ты тоже умрешь, да? Так, и что нам выпало? Нам выпал один загадочный... Трапецедр. Сложное слово. Так, ну меняем на уник, скорее всего. Хотя, давайте на антидот поменяем. Фух. Конечно, было неожиданно то, что нам попался коллекционер. Но все равно мы с ним справились. Это приятно. Так, ну мне портреты нужнее, чем вот эти бюсты. Так что мы поменяем. Конечно же. Так, ну что, поехали дальше. Сейчас еще один бой. Да, и все нам. Противники не из легких попадаются. К сожалению. Но, ладно. Ну, вот этого оглушить вряд ли получится. Так что мы просто сейчас дамажим. Защиты еще. Миллион. Так, стоит ли просто так дамажить? Этими скиллами? Нет, давайте сделаем вот так себе. На уклонение бафнем. Лол. Найс уклонение. Крутое. Крутое уклонение. Ну, а здесь мы от 6 до 13 урона. Да только если крит, я ее добью. Ну, его. Этого парнишку. Так что пока что обойдемся без этого. Пока мы только лечим моих ребят. Потому что будет не очень приятно, если кто-то из них погибнет. Хотя. Давайте еще плюс уклонение себе. 34 уклонение. Ну, думаю, нормально. Да что такое? У меня вроде уклонение работает. Лол. Что за дела? Что за кидалово? Почему уклонение не работает? На 13? Охренеть. Леди, а ты не слишком много дамажишь? Вот, и тут уклонение сработало. Хорошо. Хорошо, хоть стан не прошел по вот этим ребятам двум. Так, на 9. Опять 5 единиц урона осталось. Попробуем добить. Отлично. Это сработало. Попробуем добить. Попробуем добить. Попробуем добить. Тут уклонение. Фух, наконец-таки работает. Ура. Ура. Так, избавляемся от трупа. Хорошо. Так, и пытаемся лечить 19, 20, 20, 35. Ну, себя, конечно же. В таком случае. Что меньше всех хп. И сейчас минус 9. Ну, конечно. Можешь сказать, и не похилялся даже. Но если бы не похилялся, может быть, еще хуже было бы. Так, что-то слишком затянул с собой на самом-то деле. Вот этот вот. Так, а вот сейчас уже можно и оглушать. Потихонечку, чтобы хиляться там, от стресса избавляться. В принципе, неплохо будет, думаю. А, ну, да, или так. Ого. Джутовый гобелен. Вау, а эту штуку я... Хочу использовать. Ну, то есть, хочу забрать с собой из подземелья. Так что делаем вот так. И у нас здесь... Это фигня. Давайте попробуем ее открыть. Спрятанные сокровища. Ну, такое, такое. Так, мы сейчас... Давайте сейчас, наверное, отдохнем. Потому что еще половина пути осталась. И нам нужно похиляться и стресс убрать. Убрать. Плюс крит. Ну, плюс крит 10% это немало. Меткости крит давайте апнем. Что еще можем сделать? Меткость, урон, крит, дальнобойные навыки. Ну, ты у нас только лечишь. К шансу разведки. Вот это приятно будет. Давай, на крит себя бафнем. И сколько у нас там еще осталось? Два? Один спунтник. Шанс излечить? Давайте на 24 излечим. А что там? Нейтрализовать кровь. Аж провал чего? Провал чего был? Ладно, давайте отдых. Фух, на нас никто не напал. Это хорошо. Кстати, мы избавились от двух слотов, можно сказать. От двух слотов в инвентаре. Что тоже приятно. Потому что сможем унести с собой немножко больше вещей из подземелья. Так, у нас опять железное дело. И давайте посмотрим, что здесь. Давайте возьмем. Потом, если что, поменяем на что-нибудь другое. Так, зажигаем, конечно, факела. Чтоб у нас почти всегда было на максимуме. Аж два боя. Окей, о, привет. Вот эта штука полезная. Здесь много всего может валяться. Но нам дали только деньги. Тут мы, наверное, не на вот эту штучку. Окей, идем дальше. 15, 7, 5. Ну, давай, ты у нас обезвредишь. Минус 7, хорошо. Так. Мы, конечно, застали врасплох. Но могли не застать, потому что факел немножко убавился. Ну, да ладно. Так, и... Здесь, скорее всего, давайте мы оглушим, ребят. Так. Ты у нас просто будешь огребать. Хорошо. Так, ну и вот этих потихонечку бьем. А, ну, или так. Я думал, за два удара, точнее, за два хода я как раз смогу их убить. Но я их убил сразу, с одного удара. Что приятно. Это хорошо. Так, опять у нас костяной командир. Окей. Ну и просто сейчас пытаемся дамажить. Да, скорее всего, будем атаковать этого парнишку. Себя мы убавим на прокаженном. Да, круто. Четыре хп осталось, а он кританул. Точнее, она кританула. Да. Неприятненько. Ну, то есть, как... Точнее, вообще хорошо, что кританул, убил. Но все равно это как-то... Не знаю. Неприятно то, что в обычных ситуациях не критуют. А тут, когда хп очень мало, начинает критовать. Нехорошо. Кстати, сейчас... Угу. Ай. Ай. Блин, это больно. Давайте лечиться. Да ну в баню. Сокрушающий удар это, возможно, стан. Но, к счастью... К счастью, я чуть не сказал, к сожалению. К счастью, он промазал. Хорошо. А, кстати, по-моему, кто спрашивал в комментариях, что... Точнее, я говорил когда-то, что у меня прокаженный погиб. Вот это, кстати, тот прокаженный, которого я воскресил. То есть, который... Событие одни... Событие недельное было, типа, воскресли из могилы. Вот это, по-моему, как раз тот прокаженный, который у меня уже умирал. Так что, как-то так. Ого. У меня тут еще и еда появилась. 750, 500... Нет, ну, конечно же, я возьму с собой и изюмрут. Изюмрут. Так, забираем отсюда. Ого. Приятные штучки. Так, ну, собачьи лакомства я, конечно же, использую на боссе, так что... Пока что его выбрасывать не стоит. Так, ну, нам до этого босса еще дойти надо, во-первых. Так, что дело такое. Блин, а что за шкафы? Что за библиотека? Я не понял. Мне же, чтобы что-то приятное оставить там, не знаю, алхимический стол, какую-нибудь железную деву. Что-то подобное. Так, вот это мы сразу нейтрализуем вот этих двух ребят. А, да, уклонение. Конечно же, куда без него. Ой, приятно. А вот такой крит очень приятен. Прямо, аж, не знаю, настроение повыше поднимается. Но крит реально приятный. Так. Все, и сейчас... Давайте еще раз оглушим. Только на одному прокнуло оглушение. Хорошо, сейчас мы пробуем снять стресс. Хоть и чуть-чуть, но пробуем. Так, себя тут полечить. Так, скорость 2. Отлично. Ну и сможем добить вот этих двух ребят. Хорошо. Ух ты! Ух ты! А что мне тут выпало? Интересно. Давайте от лопаты избавимся. У меня такое ощущение, что... У нас вообще не попадутся больше препятствия. Хотя есть... Хотя по-любому, как только мы его выкинули, нам по-любому что-то дальше из препятствий попадется. Так что дело такое. Так. Первым делом, конечно же, оглушаем. У нас дикарка будет работать в образе оглушателя. Или как это? Станнера. Я даже не знаю, как это назвать. Пытаюсь назвать какой-то класс. Так. От двух до трех урона. Отлично. Еще скритом. Вау. Неплохо. Слушай. Ты у нас, я смотрю, скритовать любишь. Так. И давайте сразу двоих пытаться. Болт. Уклонение. Хорошо. Не смей прикасаться ко мне. Своим грязным болтом. Фу. Фу. Так. Еще раз оглушение. Сопротивление, к сожалению. Ну ладно. Думаю. Ай. Ай. Больно. Уклонение. Хорошо. Так. Лечим, конечно. Сейчас. Это надо бы. Потому что дальше, как я и говорил ранее, босс. Поэтому с малым количеством хп к нему идти вообще не стоит. О. Критулечка. Хорошо. Учитывая даже то, что у нас минус 40% урона. Только благодаря критулечке мы как бы выжили. Ну не выжили, а убили его быстро. Так. Так. У нас опять гербы. Наверное, на бинты поменяем. А здесь у нас незапертая шкатулка. Все содержимое ваше. Спасибо. Но поднять я этого не могу. О. Да. Еще один бой остался. Ну думаю. Там мы быстренько справимся. И у нас потом далее босс. Ладно. Посмотрим. Посмотрим, что еще тут будет. То мало ли что. Ага. Покушать надо. Покушать. Ну. Не такие серьезные противники. Ладно. Окей. Сейчас попробуем с ними сразиться. Вообще, конечно бы, тебя атаковал. Хорошо. Еще лучше. Так. Лечить никого не будем. Так. Сейчас попробуем избавиться от... Как это сказать? От незаметности у этого парнишки. Так. И бафать, наверное, прокаженным я себе не буду. Потому что, думаю, мы быстро тут разберемся. А баф это минус один ход. Это лучше на боссах или на... Допустим, в... На мельнице. Или как это называется? Ну да. На мельнице использовать вот эти штуки. Месть. Точнее, этот баф. Дружище, ты у нас на следующий ход умираешь? Я так понимаю, да? Сейчас мы избавляем всех. Немножечко от стресса. Ну, не все, конечно. Но... Как-то так. Восемь. Угу. Блин. Он еще и будет атаковать нас. Выстрел в упор. Уклонение. Приятно. Приятно. Ну и пошел вон. Как раз ты промахиваешься, значит, недостоин. Так. Вот это у нас последнее. О. О-о-о. Так, это можно стакнуть? Нет. Оказывается, по шесть штук у нас бюсты. Ммм. Так. Хотя, вот целебные травы я бы взял. Если честно. Давайте на факела поменяем. Думаю, мы... Тут... Блин, а тут ключик у нас, да? Не, спасибо. Ладно, идем к боссу. Надо было целебные травы все-таки выбрасывать. Сейчас у меня минус свет будет. Эх. Эх-эх-эх. Я поступил неправильно. Допустил ошибку. Ого. Ого. Немало урона, скажу я вам. Так, мы можем попробовать оглушить. Давайте это сделаем, конечно. Ах, сопротивление. К сожалению, на Непромансе. Ой, точно, лакомство, лакомство, лакомство. Конечно же, куда без лакомства. 17. И плюс кровотечение. Хорошо. Так, давайте лечить будем. Сейчас не будем пока отрековать вот этими снайперскими выстрелами. Вплоть готова. Да, ты опять. Что такое? 13 днец урона. Я почти уже без... Без хп. Конечно, мало урона, но кровотечение прокает. Хорошо. Ой, как хорошо. О, теперь у меня крит. Приятно. Приятно. Так, сейчас попробуем от двоих избавиться. Только от одного, но тоже неплохо. Тоже неплохо. Глубина могилы. Да. Неприятно. Но мы все равно до сих пор можем достать до Некроманта. Уже 10 настакалось кровотечение. И продолжаем стакать, конечно же. Куда без этого? 12. Давайте попробуем. А, мало урона? Нет, зря я это сделал. Лучше б хилял кого-нибудь. Было бы куда профитнее. Так, избавляемся от одного. 15. Офигеть. Еще, еще на 5 раундов. Это все. Это все действия. Ну и все. Этот парнишка сейчас умирает, а мы давайте подлечимся немножечко. Опять же, вот этих ребят нам нужно будет потом все равно убивать. Если не ошибаюсь. О, как приятно, слушайте. И остался один на единице урона почти, можно так. Две единицы урона в этом парнишке. Все. В принципе, некромант пройден. Хорошо. Да, даже мы можем его так добить. И вот он, вот он, долгожданный чертеж. Долгожданный мной чертеж. И мы, наконец-таки, сможем что-то улучшить в городе. Кстати, возможно, даже сейчас получится. Хотя, не знаю, у меня, по-моему, там не осталось почти этих... Хотя я сейчас собрал эти гербы. Ладно. Кстати, вот этот брелок против каменной кладки работает только против одного босса, который есть в этом... Как вам? Во внутреннем дворе. Что дело такое? Плюс 30 щитов. Ой, а это что у нас за болезнь тут? Какая-то хронический кашель. Что за дела? А ну, давайте вы не балуетесь вот этими вот болезнями. Хронический кашель. Опа. А... А че я его боюсь? Я только что так увидел его, испугался, а потом вспоминаю. Блин, а... У нас же нет багряного проклятия. Ни на ком. Лол. Че я так его боюсь, действительно. Так, давайте сейчас заберем все тринкеты и попробуем улучшить себе город. Также мы отнесем тебя сюда. Хронический кашель. Минус 20% урона. Это охренеть. Это охренеть, сколько много. Так что, конечно же, отведем его туда. Так, и сейчас... Блин. Все равно мне не дают шута. Мне не дают шута. Почему? Не знаю. Так. Что-то я хотел... А, да. Точно. Возвращаемся назад. Идем вот сюда и смотрим, что мы можем улучшить. Пока что... 60 этих. Нужный амбар. Лечение во время еды. Каждую неделю дает немного бесплатной пищи. Вот это, кстати, будет неплохо. Возможно, я сейчас даже пообмениваю вот эти все вещи, чтобы улучшить амбар. Но сейчас давайте посмотрим, что еще мы можем сделать. Опа. Минус 10% урона от стресса. Но это именно у шута. Плюс 2 скорости. Финал плюс 20%. Ну, такое себе. Опять же, шута я не буду в каждый поход брать с собой. Так что... Лучше, конечно, улучшить амбар. Но мы сейчас посмотрим, сможем ли мы за раз так 30 получить этих штучек. Так, сейчас. Я так понимаю, неважно. Все равно эти... Как их, бюсты сложнее всего добыть. Ну, короче, мне 90 гербов нужно будет потратить. Но гербы, на самом-то деле, легко фармятся. Так что давайте все-таки это сделаем. Еще страшного с этим не будет. Конечно, вот эти обмены, они очень сильно... Невыгодные. Но все равно, в принципе, думаю, будет приятно. Так, ну и давайте улучшим амбар, конечно же. 15 лечения еды. И плюс еще еда, которая дается в поход. Бесплатно, халявная. Отлично. Ну и на этом все, дорогие друзья. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Опять же, кому видео понравилось, можете поставить лайк. Кому не понравилось, конечно же, дизлайк. Опять же, пишите вопросы. Ну, то есть, в комментариях свои вопросы, советы. Конечно же, все почитаю. На все, что возможно будет, отвечу. Также, если вы давно на канале и вы подписаны, то вы можете нажать на колокольчик, чтобы узнавать о выходе новых видео или о начале трансляции. Опять же, кто не подписан, вы можете подписаться, если вам нравится контент и канал. А на этом все, всем до скорого и увидимся в следующем эпизоде или любом другом видео. На этом все, всем пока.